с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией. Вот так сказал, собственно, Петр Порошенко, президент Украины, в своем интервью BBC. Он настаивает, что двое задержанных в воскресенье граждан России являются действующими военными. Министерство обороны России эту информацию опровергает. Кроме того, российские власти неоднократно подчеркивали, что военнослужащие из России в боевых действиях на Юго-Востоке не участвуют. Они могут там находиться только как добровольцы. Тем временем блогеры, которые ранее сообщали, что нашли в Тамбовской области несколько могил, где похоронены военные, предположительно погибшие на территории Украины, сегодня опубликовали новые данные. Речь идет о кладбище поселка Новые Ляды в Тамбовской области. Как пишет один из блогеров, Руслан Леви, в своем фейсбуке, им удалось остановить, что на востоке Украины погибли трое спецназовцев. 16-й отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны. По данным Левиева, спецназовцы погибли во время боев 4-5 мая либо в городе Золотое в Луганской области, либо в селе Широкино Донецкой области. Ну а сейчас Руслан Левиев и его коллега Вадим Каромин у нас в студии. Здравствуйте. Спасибо вам, что пришли. И расскажите все-таки пободромнее, что именно вам удалось обнаружить и каким образом. То есть, скажем так, как вы напали на этот след и что у вас есть с точки зрения, так сказать, документальных подтверждений, потому что действительно существует очень много разговоров о том, что, в общем, все это далеко не так, как вы рассказываете. Ну, у нас есть отдельная команда, которая будет заниматься постоянным расследованием войны, исследует факты, ищет погибших, ищет технику. И в очередной раз мы натолкнулись на погибшего, который был одет как солдат российский. Что значит, вы натолкнулись на погибшего? Мы натолкнулись на сообщения в социальной сети, что вот мы проводили в последний путь такого-то вот человека, звали его Антон Савельев. Вот. Мы увидели по фотке, что он военную форму одет, и начали выяснять, кто это. Выяснили, что он... То есть, я правильно понимаю, что это были фотографии непосредственно с похорон этого военного? Нет, это его были прижизненные фотографии, когда он еще служил в армии. Начали выяснять, кто это. В итоге выяснили сначала парня его, что это он действующий спецназовец 16-й бригады ГРУ. И потом уже, когда мы в процессе выясняли, кто он, и смотрели профили его друзей, увидели, что вместе с ним одновременно погибли два его лучших друга, которые вместе с ним служили в бригаде. И тоже были действующими военными, действующими спецназовцами той же самой бригады. То есть, я правильно понимаю, что основной ваш источник информации это соцсети? Как правило, с них все начинается, а дальше мы входим в общение с родственниками, там, военными и прочими такими людьми информациями. И вся информация открыта? То есть, это открытые источники? То есть, это какие-то социальные, какие-то свои... То есть, сейчас вам удалось войти в общение с родственниками тех трех погибших, о которых вы ведете речь в последнем докладе? Я вчера общался с мамой погибшего, с Антоном, но я как помощник депутата предложил ей просто помощь, депутата Гудкова Дмитрия Геннадьевича, чем помощником я являюсь, в общении с Министерством обороны. Она вначале обещала подумать, но потом, пообщавшись с кем-то, она сказала, что мы не будем отвечать на ваши вопросы, хотя о вопросах никаких... Никаких вопросов мы не говорили, мы просто хотели предложить помощь. Ну, потому что мы понимаем, что помощь, наверное, потребуется. То есть, компенсация, захоронение, то есть, в каком статусе находится ее сын? То есть, он военнослужащий, погибший, при исполнении или что? Эти вопросы вы с ней не обсуждали? Мы не... нам не удалось встретиться, нам не удалось встретиться, но мы не очень-то наставили, потому что мы понимаем, в каком состоянии они сейчас находятся, близкие родственники. То есть, ребятам по 20, 21, 22 года, это вот вчерашние срочники. Они прошли учебку и сразу их бросили по сути. А если вы общались с родственниками, удалось ли выяснить, до того, как они, собственно говоря, погибли, наверное, они общались со своими родственниками, в том числе и тогда, когда они уже были, я так понимаю, вашим сведениям, переброшены на территорию Украины. То есть, есть ли какая-то информация от родственников о том, где они находились в последнее время? Мы общались и продолжаем общаться с другими, не с самыми близкими родственниками, а тех погибших. То есть, даже вот прямо сейчас, когда мы ушли на эфир, я общался с другим, близким другом погибших. Выяснял обстоятельства, как они погибли. Он мне дополнительно подтвердил, что да, все трое были заброшены в Украину, все трое были из одной бригады, лучшие друзья, и были они еще и лучшими бойцами в своей бригаде. То есть, поэтому их и послали, на передовую, в разведку, где они вступили в бой с украинцами и погибли, к сожалению. А удалось ли вам выяснить, что именно у них числится в свидетельствах о смерти по части причины? Там же это тоже указывается? Ну, еще, мы вчера вернулись из Тамбовской области. Значит, смотрите, могилы не все в Тамбовской области. Они служили все в Тамбовской части. Один похоронен еще, значит, один в поселке Новая Ляда, Тамбовского района. И вы эту могилу видели? Да, вот мы, это то, что мы сняли. Это вот именно непосредственно в Тамбовском регионе. Один в республике Татарстан и один в Курганской области, по-моему. Ну, город Шумиха. Ну, город Шумиха. То есть, это вот разбросано по России. Это мы тоже в процессе вчера все выяснили. Вчера мы получили фотографию только с другого места захоронения, поэтому... Много материала, мы торопились как бы унести ноги и все это... Придать этому всему смотребельный, читабельный вид. То есть, все это сгруппировать. И поэтому мы быстро с этим удались. Дальше дела журналистов. Связывайтесь с родственниками, выясняйте. Задавайте вопросы Министерства обороны. Да, к тому же мы, когда мы изначально предполагали, что в том бою как минимум двое похоронено, вот, одну могилу мы сразу нашли. И когда мы искали вторую могилу, мы подъехали к воинской части, обратились к спецназовцам, которые там были. Спросили, вот мы были на могиле одного спецназовца, они знаете, где второй похоронен. Они подтвердили, что да, своего хоронили, но знают только про одного. То есть, тем самым они подтвердили, что действительно их боец был. То есть, смотрите, я правильно понимаю, что вы таки планируете поехать на оставшиеся две могилы и что-то продолжить, какое-то расследование. Или же вы опубликовали то, что вы на сегодняшний день, что вам удалось узнать, и дальше вы просто, по сути дела, передаете эту информацию общественности в надежде на то, что дальше они, в общем, в том числе и журналисты, займутся более подробным расследованием того, что же именно там произошло и кто эти погибшие. Ну, скорее так. Дело ведь в том, что дело родственников определить статус своих... дело родственников, статус своих погибших сыновей. То есть, им нужно в первую очередь сказать, кто мой сын погиб за родину, или он выполнял какие-то чьи-то политические интересы, исполнял какую-то непонятную геополитику. Да, Шойгу от одних уже открестился, который находится в плену. Песков сказал, что это не наши люди. Что они сейчас с этими скажут? Они, скорее всего, скажут, что это тоже люди либо уволены, либо они были гражданскими, погибли, либо они вообще погибли... Да, они были военными, но они погибли не на территории Украины. Вот я им подсказываю. Вадим, но мы же с вами прекрасно понимаем, если вы сейчас обронили такую фразу, как унести ноги, мы с вами прекрасно понимаем, что в общем и целом существует довольно серьезное сопротивление к тому, чтобы вообще что бы то ни было на эту тему публично обсуждать. А уж точно со стороны Министерства обороны, потому что они уже не раз заявляли о том, что никаких российских военнослужащих на территории Украины нет. В общем, это, собственно говоря, конец темы. И тут уже можно дальше дополнительные вопросы не задавать. Поэтому, когда вы говорите о родственниках, которые сейчас пойдут там и что-то у кого-то узнают, мы с вами прекрасно понимаем, что, скорее всего, этого не произойдет. И вот мне просто хочется спросить у вас, ну, то есть до какой именно точки вы хотите пойти в своем расследовании? Нам, если у нас удастся выяснить конкретное обстоятельство, где, в каком конкретно они в бою погибли, вот это вот наша сейчас главная цель. То есть мы продолжаем держать контакт с их близкими, друзьями и родственниками, но мы не выдаем, что мы там расследуем войну. То есть мы под легендой, скажем так, с ними общаемся, и они нам доверяют. И пока вот сейчас, в процессе выяснения, где конкретно в каком населенном пункте они погибли, при каких обстоятельствах, пока еще не выяснили. А ваш приход сегодня сюда и сегодня утром на их Москвы, он никак вот эту легенду, под которой вы работаете, не вскрывает? Вскрывает, но, как правило, это люди, живущие далеко, глубоко в провинции, то есть они мало знают интернет, они, как правило, еще и военные, то есть плохо не смотрят телевизор, вот такие каналы, тем более. То есть, как правило, легенда держится еще долго. Но и этих друзей, знакомых тоже очень много. То есть одного потеряем, с другим будем общаться. Ну и к тому же мы общаемся местами непатриальными именами, под вымышленными именами. Мы же, в конце концов, не зла им хотим. То есть люди погибли уже, да. Мы хотим просто, чтобы это была информация открытая. То есть они погибли как кто? Как преступники, что ли? Нет? Они погибли как военнослужащие, значит, они долг свой исполняли. Ну так озвучьте, какой долг они исполняли, где? Что могло бы в данном случае служить доказательством такого рода, которое было бы сложно опровержимо, в том числе и для Министерства обороны? То есть есть ли у вас какая-то, ну, может быть, у вас какая-то, скажем так, цель, какая-то мечта о том, чего можно было бы добиться в ходе этого расследования? Остановить войну. Это понятно. Понятно. Я сейчас говорю конкретно про расследование. То есть понятно, что все мы за мир, против войны. Это безусловно. Тем не менее, если говорить конкретно, Руслан, о том, чем вы занимаетесь и о том пути, который вы планируете пройти, что было бы вот той самой, не знаю, бумажкой, возможно? Или это должны были бы быть какие-то видеокадры? Тем более, что сейчас мы с вами прекрасно знаем, что все-все-все подряд снимают, в том числе и на мобильные телефоны. То есть, с одной стороны, вы находитесь свою информацию из социальных сетей, а с другой стороны, вы как бы надеетесь, что родственники тех самых погибших не очень с этими соцсетями и интернетом дружат для того, чтобы, так сказать, не... Ну, в общем, не вскрыть ваш кавер, так сказать, не сорвать. Они не дружат с ними в плане того, что они не занимаются там поиском информации, анализом информации. То есть сами выкладывают свою информацию, но не занимаются поиском. А подчасти того, чтобы хотелось какое-то гизальство найти, вот мы по конкретному опубликованному инциденту сейчас общаемся с украинцами, украинскими проектами, которые тоже расследуют специалисты. Вот. Они еще подкинули одну версию, какой конкретно это мог быть бой, и там было шесть погибших спецназовцев, как считают Украины. Вот. И там были трофеи, скажем так, то есть автоматы оставленные. И на фотографиях того же Тимура, одного из этих трех погибших, есть его автомат с уникальными чертами. То есть мы попробуем сейчас сравнить, если увидим, что, оказывается, тот же автомат остался там у украинцев, как трофей, его автомат, это будет хорошее договорительство, лучше, чем какая-то бумажка. Потому что бумажки могут сказать, что это сверхсверно. То есть я правильно понимаю, что эти автоматы, о которых идет речь, сейчас находятся в руках ваших украинских коллег, по сути? Ну, мы пока не знаем, были ли это конкретно автоматы вот этих трех спецназовцев, но это были тоже автоматы, которые находятся на вооружении спецназа ГРУ. Современные автоматы, которые не находятся у простой пехоты российской, там, грубо говоря, у элитных подразделений. А насколько ваше сотрудничество с украинскими коллегами плотное? То есть насколько они вообще, в принципе, готовы вам помогать? То есть, с одной стороны, понятно, что всех вроде бы как одни и те же цели, но, тем не менее, иногда люди бывают очень конкурентными, даже в таких вопросах. Вот вы как с ними сотрудничаете? Ну, мы с ними сотрудничаем уже примерно с августа прошлого года. Это, я имею в виду, конкретно волонтерские проекты, такие же, как вот мы. И мы постоянно хорошо дополняем друг друга, потому что у украинского проекта есть хороший агентурный ресурс на местности, то есть у них очень много местных людей, которые им сливают информацию. А у нас, соответственно, хорошие люди есть здесь, в России. То есть мы можем добывать информацию здесь. Мы обмениваемся постоянно оперативной информацией и вот дополняем друг друга таким образом. Вы сказали, что вы работаете с группой, что ваша группа, или как-то так вы сказали в самом начале. Вот это что это за группа, из кого она состоит, кто эти люди? Это люди, которые вызвались еще в начале войны, когда я там объявлял, говоришь, давайте соберем, как-то на более серьезный уровень поставим все это расследование, будем вести. Люди сами вызвались, познакомились со мной, и мы начали собирать информацию. Но мы всем, даже между собой, по части волонтеров, храним анонимность. То есть я никого из своих волонтеров по имени реальному не знаю. А, вот так, я вас поняла. Вадим, на самом деле вам вопрос. Вы предложили родственникам обратиться в Министерство обороны, при этом сами вы являетесь помощником депутата, а вы как помощник депутата и от имени депутата можете отправить запрос, скажем, можете как-то попробовать с Министерством обороны прояснить? Я сейчас еду в Думу, как раз мы это будем обсуждать. А я бы хотел обратиться к родственникам, к родственникам солдат, которые погибли. Понимаете, в чем дело? Ваше молчание убивает следующих. Вот если бы начали говорить родственники погибших солдат полгода назад, год назад, то, возможно, те ребята, которые погибли в мае, не погибли бы. Вот людям нужно говорить о том, что мы не хотим, чтобы погибали наши дети, мы не хотим, чтобы погибали дети ни украинских, ни российских граждан. Вот это так. Нужно принять гражданскую позицию. Чего бы это не стоило? Ну, если резюмировать, то вот сейчас говоря конкретно о доказательствах того, что конкретно эти трое военнослужащих погибли на территории Украины. Что у вас есть? Конкретно сейчас у нас есть фото и свидетельство того же Тимура, где он находится в Луганске с флагами ДНР и ЛНР, вместе с ополченцами воюет. И есть, соответственно, свидетельство от близких и родственников, в том числе родственников Тимура, его родных, где они прямо сами писали, что он погиб на войне. То есть... То есть человек, будучи военнослужащим, находился на территории сопредельного государства, в том месте, где идет война. А есть ли у вас доказательства того, что он был действующим военнослужащим российской армии? Да, мы, как я и говорил, мы ездили в Тамбов. Там нам, во-первых, спецназовцы сами подтвердили, что конкретно Антон, допустим, был действующим военнослужащим, они его хоронили. На могилах и Антона, и Тимура, венки от Министерства обороны. Там всю информацию о том, что помним, любим, скорбим, в основном распространяют, сколько мы находили, военнослужащие этой же бригады. То есть они все, их прекрасно знают, всех троих. То есть тем самым образом, они свидетельствуют, что это их близкие друзья. Спасибо вам. С нами в студии были Руслан Левеев и его коллега Вадим Коровин. Говорили о троих военнослужащих, которые, предположительно, по мнению блогеров, погибли на территории Украины. Ну а сейчас давайте не... Руслан Левеев и его коллега Вадим Коровин. Спасибо.